привет зритель так как я не взяла сюда штатив сегодня у нас кстати какое а телефон то у меня да я сейчас снимаю на телефон и поддерживают меня в этом стадикам короче как бы может его чуть-чуть сдвинуть так я снова забыла как пользоваться стадикамом минут пять потратила чтобы сообразить что я его включила не включила и так далее короче у меня тут как бы поздний завтрак у нас где-то минут пять первого что-то в этот раз я как-то долго дрыхла хотя встала вообще изначально без 10 6 что ли где-то кошка прыгнула меня разбудила или я уж не помню что ну в общем она по-моему да она пошла погулять а я пошла пчелкам у ульев ли точки намазать улья которые пустые чтобы если слетел рой то прилетел сразу в домик в одном месте слетел перелетел чуть-чуть скомбоновался и надеюсь что так вот это что-то не как-то не летят в общем на сегодня 14 я тут уже получаются дни 11 из 4 тут и как-то вот я пришла я кошка со мной последний не только часа два спит вообще за ночь и тут она пришла ко мне и спит а потом выпрыгнула слышу что-то такие звуки из окна щас кухонного упрыгивает так на створочки сидит сверху думал варен кошка там не окно разломаешь и сама долбанешься как вообще его это окно створочкой воде ее держу начиная каким-то образом сняла запустила внутри она ко мне так прыг спать я просыпаюсь где-то в восемь она спит и я сплю в 9 она спит и я сплю я поставила будильник где-то ну к 11 чтобы хоть конкретно так встать думаю а то просплю все на свете где-то в 11 начинают лететь но они чуть не летят может слетят в этот раз незаметно так чтобы сразу в домик ну и короче думаю надо хотела на завтрак сварить кашку манную что-то у меня такая жиденькая получилось я как-то так раз молочка налила потом еще молочка налила еще шоколадка самопальная тут у меня еще есть кусочек шоколадки самопальная думать что шоколадка у меня какая-то а я и даже так где-то весной может делать но с орешками можно и тоже фигакнуть послаще будет возможно там был коров возможно не было корова ну и я думаю может сначала супу поесть кашку где-нибудь так ну перед тем как куда-нибудь соберусь поехать а потом подумала что лучше кашку поесть собралась же типа завтрак то все потом подумала что наверное пожрать на камеру но так как я сейчас только что поняла пока заставила эту камеру смысле телефон что в таком положении будет видно только меня и как я ложку подношу а то что в тарелке не будет видно вообще я сначала подумала держать тарелку вот так как видела у одной асмршицы которая вот здесь вот держала тарелку с макаронами вот 10 у нее был микрофон пушка и тут она вилочкой как-то сувала себя и это все было лицо экран но не знаю как-то макароны то они хотя бы нету не растекутся а каша то получилось жидковатая поэтому я думаю ничего если это вот так вот и деревня такое замечательное место где вот у тебя есть зритель какая-нибудь шмотка старая в которой уже в городе но даже ты сам понимаешь ее городе носить уже как-то не тот несет выкинуть жалко а ходить уже не будешь а в деревне можно в этой смотке родить который 300 лет у нее подольчик немножко рваненький а тут в этом году заметила на чем я тут есть чай зеленый с листиками я и сушеными ягодками землянички и несколькими лепесточками розочки дикой а вчера несколько лепесточков розки дикой обнаружила когда немного прокатывалась на велике потом ну как бы чай обычный зеленый и китайский из этого из магнита нам какой-то дракон может зеленый дракон еще какой дракон а этот аристики у меня и землянички были как бы высушены собраны вручную я вчера заварилами так понравилось вместе с ролочкой шоколадка попалась на ложке башка у меня не то чтобы не мытая меня тут пчела в душу врезалась в какой-то день и я ее смывала водой я не вроде как чистая были а после этого смылись совсем ну и постоянно последние пару дней я хожу платочки потому что когда я ходила в кепочке меня жарила стабильно пчела раз сутки а платочки как-то они меня не трогают я думаю может подумать все таки помыть башка может помыть уже к вечеру а может помыть прямо подушеком удушке уже приняла душик у меня на улочке когда тепло там вообще тепло когда не очень но вообще по первости то холодной то водой мыться было я забыла как это мыться холодной водой ну сначала то холодно потом нормально просто первую манку я как-то души нам накидала в ковшичок молочком налила водичкой разбавила перри перемешала сварила она такая густущая была а тут я как-то от души видимо положила жидкости побольше батарешки если мне память не изменяет можно это даже наши лесные орешки да это эти орешки с огорода может чуть-чуть ее принизить ну то я когда тыркаюсь к тарелке то как-то сейчас срезаюсь а а ты зритель любишь манную кашку я достала специально кусочек маслица чтобы положить его в кашку и забыла ладно кусочек маслица куда-нибудь другое место придается мне что-то вообще вот буквально за неделю я укокошила пачку марта 180 грамм к красная цена из пятерки за 100 рублей без копейки покупала очень хорошее масло 72 с половиной процента шумасти хотя я разницу не ощущаю 72 или 82 может для каких-то кулинарных целей это важно поросенок лирка кашка жидкая копить ну не настолько конечно жидкая лучше стоит она немного подзагустела ну так то наверно была столовая ложка есть или десертная чайную лил я хотела вчера записать и как я хомячу тушеную картошку из медленной варки но что там я как-то было не до этого я как-то так друг есть хотел съел потом ой блин я хотела записать ну и потом забила а я подумала что можно ведь позавтракать пусть не завтра летом принципе это нормально вот кого каникулы там допустим да вот высыпаешься после школы или работы и в 12 позавтракать мне тут был несколько дней кроме вчера что мне вот ну на ужин уже есть то не охота как бы поела потом понимаешь нафига я поел если есть не хотелось какой-то день я реально как-то не почти не ужинала вот вчера что-то мне так хотелось булочек а магазин ехать не хотелось я думаю чё такое это ну как чё может я в итоге 5 карамелек мечта слупалась чашка чая это очень много по теперешним временам учитывая что как бы ну конфетки 2 максимум не хватает я столько вспомнила что можно было короба попить а в итоге я чё-то как у меня картошка с мясом было со свининой но свинина картошка там перчик лаврик этот нам туда будут лобровых листов привезти гвоздичка морковка и я захомячила картошки пару раз я поняла что мне не хочется тоже булочек но я хотела интернете посмотреть чем заменить хотя не булочек если их нет мне почему не хватает организм когда хочется булочек а в итоге пахалу картошки с мясом мне как-то и попустила булочками я правда еще где-то треть банки своей смеси зафигачила ну баночка какая-то или сколько-то миллилитров может со стакан где чернослив изюм миндаль кэшью грецкий орех и мед но сейчас тут мало можно подержать у меня чё там еще немного осталось трюльки на кофешке не сказать что сладко можно сказать точнее вообще не сладко только что шоколад чуете ну что тут вот этот то наверное был на коробе ну может там на финиковом сахаре он практически не чувствуется этот финиковый сахар сегодня я вспомнила что мне приснилось что-то там что какой-то сахар сюда приволокла и кладу в еду такой который вроде как даже не сахар и этот и фото а другая шоколадка была все сладко ну как бы горькая пара кусочков не оставался ну наверное это надо оставить там можно помнить на какой приеду из прилуга я хочу доехать и купить молочка потому что одно упаковочка хотя воскресенье было покупала там мочку нет я в субботу был субботу я по моему ездила ну тогда нормально еще а то приеду там если та же самая продавщица будет коробочку балочка в заботу купила две коробочки булочка короче в субботу да да в субботу потому что с приятелем говорила хомячье мороженое он сказал что воскресенье куда-то собирался потом уже не собирается суббота была а сегодня у нас вторник тут оно как бы есть но я что-то вчера так повадила зеленый чай с молоком пить да еще и коробку с молоком пью подумала что если оно у меня вдруг закончится и растягивать его как-то экономить ну уж совсем что думала 6 километров туда 6 обратно в прошлый раз не посмотрела что-то как-то быстро прошло не обратила внимание и не знаю есть у них сейчас обед или нет что можно было бы допустим сейчас поехать вдруг там обед потому я решила следить после двух как раз когда последний взгляд на возможный руль пчел и купить молочка и может какую-нибудь пироженку тогда-то я приехала конец недели там вообще шаром погоде ничего нету мороженку куплю себе молочка залью какой-нибудь ролик а я вчера смр пыталась залить но там 15 процентов из 100 заливой за два захода думаю я хочу до прилуга доехать я еще хочу потом доехать пока я в этот приветствую одно мисточка недалеко я на чё там растет как она растет и до степана махамина потому что там шиповник уже думаю должен засвести играть как там кипрей потому что не в одном месте раньше был годами кипрей он потом как-то сначала заболел как везде болел а потом вымер и перешел туда где просто рядом машина едет кипрей ну не вариант собирать любом месте где был кипрей он совсем маленький у меня еще случилось несчастье его собрала и положил на одно видное место и случайно сама же смахнула и часть осталась а часть на пол раскидался уже не возьмешь его и так то мало из того чтобы осталось на одну заварку в лучшем случае и и то есть с добавлением чего-нибудь в одном месте он по ходу дела совсем вымер а там где он есть я вчера ходила ну как бы туда тропинки нет 2 может быть в июле будут косить и когда косят то в этого места не не обкашивают если он там но как бы видно если он там подрастет даже если не будут косить ну просто расходить в резиновых и набрать а там в сторону хамина степанова в одном месте был очень такой приличный и еще одном месте есть но туда надо где-то посередине лета в резиновых шастать может там брем может он есть а может его и нет а может он такой какой-нибудь больной мне вообще сзади телефона и стадикама есть три банана я тогда купила 5 бананов но они у них видимо лежали уже 300 лет и местами такие мягкие были 120 рублей килограмм бананы ну потому что с какими-то копейками меня на 126 выше чуть больше килограмма сначала мой бананы 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 магазине в прилугах купил бананы а сколько у вас там опять штука ну давайте все пять штук я как раз думала туда съездить думаю у меня минералка будет полторашка потому что если тепло то хочется пить а в дороге там учете пол и пол-литрушка это вытри едешь пол-литрушкой 11 километров где-то но там есть шанс что-то пол-литрушку можно колодичной водой набить заново ухты у меня связь прорезалась и судя по аватарке которую я отсюда примерно вижу хадди чё-то вякнул в телевку короче я купила все это улическая минералка немножко попиваю в общем возьму с собой как раз поеду когда потому что пить хочется полторашка лучше если особенно если туда вот поедешь в степаново то я помню туда сколько мне минут сорок час где-то так час туда час обратно еще где-то там минут 30 ошиваешься ну может туда минут сорок я еду минут сорок туда минут сорок обратно там просто в одном месте хоть и всего лишь 5 километров в ту сторону там дорога в одном месте такая что приходится с слезать и вести этот велик и по времени но получается дольше слегка вот зритель мой завтрак поздний изменяюсь что в таком виде спасибо а меня за спонсорскую подписку не это потом еще текстом пройдет у меня какие-то траблы смывались этой версии она там хрен знает какая у меня на том ноуте купленная давно 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 она там я ее даже не обновлять не стала она мне так нравится на конечно нет них нововведений как в других купленных версиях да вот мор возможно купленных я вчера смотрела open shot даже для винды думаю ну он когда-то на линукс очень хороший было потом мы забросили для линукса он стал никакой я не знаю как он сейчас для винды вроде как рабочий скинула на этот телефон open shot хочу скинуть потом на ноутбук поставить короче у меня какая-то проблема все с монтажкой она то сохраняется то не сохраняется то жрет столько внезапно ресурсов ноутбук разряжается быстрее чем возможно но заставочки гонцовочки смысле вот эти текстовые все-таки есть а вот именно сами заставочки у меня все пропали нафиг после переустановки дважды переустановлю всем спасибо кто кушал со мной надеюсь вы покушали всем пока